Скажите, пожалуйста, Наталья, для вас Путин легитимен? Он легитимный президент? Потому что вот вокруг этой формулировки ведутся дискуссии. И политологи, в том числе многие из либерального лагеря, они говорят, что да, он легитимен. Ваше мнение? Нет, но я считаю, что он не легитимен с точки зрения процедуры, через которую он приходит к выбору. Не с точки зрения всего процесса политического, а точнее отсутствия настоящего политического процесса в стране. То есть в России есть политика только так, который осуществляется с Кремлем. Политики как таковой в России не существует. Соответственно, нет альтернативы по результату в этой диктатуре одного человека фактически. Поэтому, естественно, с этой точки зрения он не легитимен. Если брать философски больше, шире, то если говорить о его поддержке, я, например, не согласна с теми нашими коллегами по оппозиции, которые говорят, что у него там нет практически поддержки. Да и войну-то поэтому никто его не поддержит. Мне так не кажется, честно скажу. Вот я вчера общалась с одной своей подругой, которая в России, она тоже иноагент из немногих оставшихся еще там. И она мне, вот ездила она там по стране по своим там причинам, она говорит, что с Наташей, говорит, народ просто сошел с ума. Да, они пачками ломятся в это СВО. Они действительно, в общем-то, считают, что все более-менее у нас нормально в стране. Не видят, большинство не видят, куда все катится. Поэтому вот здесь вопрос, легитимен или нелегитимен, с точки зрения процедур, с точки зрения того, что зачищено было все политическое пространство за последние годы, нелегитимен. С точки зрения какого-то немалого процента реальной поддержки народа, ну я не буду говорить, что он легитимен, но эта поддержка, к сожалению, есть. Конечно, она тоже является результатом того, что все эти годы нету свободных СМИ, нету, опять же, политической нормальной конкурентной жизни. И по результату, вот, Владимир Путин, солнышко, которое, да, ясно солнышко, для... Владимир Красно-Солнышко, да. Прошу, да, вот видите, забыла. Да не важно, все все поняли. Да, Владимир Красно-Солнышко для, повторюсь, по моему ощущению, не совсем уж для малого количества людей. Поэтому... И вот, кстати, вот еще по ощущению от сегодняшних картинок из Кремля. Вот эти своды кремлевских, они тоже, мне кажется, играют какую-то огромную, вот, немалую роль. А вот эти золотые своды, вот эта помпезность бешеная, она возвышает самого руководителя до каких-то совершенно невероятных ощущений самого себя там, да, за предельно. И подавляет волю всех остальных. И это я вот про уже его окружение, я услышала, мы с предыдущим коллегой говорили о том, что там, почему не берутся за шарфик и за табакерку. Вот они в этих сводах ходят, иногда хотя бы даже. И какая табакерка? Какие шарфы? И становятся как шоковые. Конечно, у них ощущение, что они песчинки. Вот это вот то, что делают, в том числе, вот эти вот, делают эти кремлевские своды. Это штрих, но мне кажется, он тоже имеет место. А вот вы, кстати, очень хорошо заметили, что там была Александра Пахмутова, да. У вас есть объяснение, что заставляет таких людей вот такой величины, это же действительно легенда и большая звезда, в отличие от многих там эстрадных певцов, да, российских, которая могла бы сказать, допустим, нет, я не пойду, ей бы ничего за это не было, ей бы ничего не сделали. Но при этом она своим весом, своим бэкграундом и авторитетом, она еще больше, ну, вы же понимаете, сложит такой подпоркой для путинского авторитета и веса, да. Вот такая вот маленькая Александра Пахмутова с ростом метр пятьдесят. Что заставляет ее принимать все-таки это предложение и, получается, присягать Путину таким образом, потому что оно считывается однозначно совершенно? Да, я думаю, я не исключаю, что она искренне поддерживает сейчас войну, что она почему-то выбрала, видимо, она, я думаю, что она считает себя и, наверное, является патриотом своей страны, но страну она, поскольку она человек немолодой, она видела ее в разных состояниях, да, начиная с советской, потом транзитной, теперь уже понятно было, период девяностых, и вот сейчас то, что мы имеем. Она, видимо, считает, что и вот в глубине, наверное, души у нее просто любовь к родине, и если сейчас родина воюет, значит, я на стороне родины. Мне так кажется. Может быть, я зря залезаю в ее голову, и там сейчас все совершенно другое. Может быть, правда, она имеет какие-то практические цели и задачи, которые пытается решить, но просто мне трудно верить, что в ее там 90 или почти 90 лет, или 90, мне кажется, лета, что она решает какие-то вопросы такого практического материального свойства. Мне кажется, она действительно искренне поддерживает происходящее и, наверное, как результат поддерживает Владимира Путина. Я думаю, что она там находится все-таки искренне и не из каких-то иных практических побуждений. И это вот большая-большая трагедия. Редактор субтитров А.Семкин